Сертификаты в сеть ресторанов Токио, брендированные толстовки, термокружки и пряники обрели своих хозяев. Итоги конкурса «Бонзай-бетон» подвели во Владивостоке. Его провел завод «Трилетон» – известный приморский производитель бетона. Отдельно наградили автора фото, набравшего больше всего лайков. Он взял приз зрительских симпатий. У людей была задача «Бонзай-бетон», и надо было влиться именно в эту задачу и показать эту фразу. Чтобы был и «Трилетон», и чтобы был вот этот лозунг. Приятным бонусом стала экскурсия по бетонному заводу. Участники конкурса познакомились с оборудованием и основными этапами производства. Увидели смеситель, лабораторию, диспетчерскую, операторскую, склад для инертных материалов, автопарк. Конкурсантам объяснили, как отбираются все входящие материалы для производства и контролируется качество бетона. Рассказали и про автоматизацию процесса, за который стоит всего один человек – оператор. Дело в том, что очень много фотографий были похожи. Похожи по сюжету. Мы все-таки оцениваем креатив и оригинальность. Поэтому из того, что мы выбрали, действительно, пять фотографий, они невероятно креативные, порой даже очень необычные. Нас приятно удивили. Бетон под торговой маркой «Трилетон» производится с 2006 года. Сейчас «Трилетон» – это три бетонно-растворных узла, которые производят 250 кубов в час. Два узла находятся во Владивостоке и один в поселке Угловое. Таким образом, завод закрывает потребность бетони как по городу Владивостоку, так и по пригороду. Вместе с тем, «Трилетон» – это не только бетон, это еще и добрые дела сотрудников и руководства компании. Так, с 2017 года «Трилетон» проводит акцию «У нас твердый бетон, но доброе сердце». Пять рублей с каждого купленного куба бетона перечисляется в адрес благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Фонд помогает онкогематологическому центру краевой детской клинической больницы номер один во Владивостоке. Средства идут на помощь в покупке авиабилетов в центральные клиники страны, лабораторные исследования, приобретение препаратов и отправку экспресс-анализов. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.